На этой неделе погода внесла определенные коррективы в работу заполярного филиала. Автотранспортному объединению ЦАТК пришлось бросить максимум усилий на расчистку трасс от снежных заносов. Всего за два дня снега выпало больше, чем за весь ноябрь. Техника работает на строго отведенных участках. О новеньких в рядах машин ЦАТК в репортаже Маргарита Батыченковой. Межрайонная трасса Норильс-Каиркан-Алыкель перекрыта уже вторые сутки. Это неудивительно. Видимость менее тысячи метров. Если в городе просто дует, то здесь сдувает. Дальше поста купец. Могут проехать только некоторые автобусы и специальная техника. На борьбу со стихией утром вышли 25 машин ЦАТК. В основном они курсируют на своих участках. Это промзона, старый город, территория медного завода, объездная в Талнахе. И самая проблемная трасса Норильс-Каиркан-Алыкель. Этот моноблок в деле борьбы со снегом в Норильске новичок, но уже успел пройти проверку севером. Данную технику мы получили еще весной. То есть именно в зиму 2017-2018 года она у нас рекомендовала. Это уже вторая зима. То есть прощается она еще в прошлой зиме? Весной. Весной этого года мы ее получили. То есть она завершала зиму прошлого года и начала работать в зиму этого. Комфортный, теплый, современный. Так моноблок описывают работающие на нем люди. В то время как сотрудники некоторых предприятий из-за непогоды остались дома, Павлу Астраханцеву отдых и не снится. Его задача – спасать дороги от снежных заносов. Признается, с таким помощником работать проще. Комфорт очень хороший. Все для работы, все для удобства. В этой машине все есть. Как и климат-контроль стоит. Обогрев хороший, обдувы хорошие. Стекол. И видимость хорошая. На дороге, когда работаем. Бургов работаем основной. Видимость хорошая очень. Помогает очень. Освещение хорошее. Эта машина трудится на трассе Норильска-Лыкель целыми днями. Кстати, у нее есть близнец. Точно такой же погрузчик L-180H. Вместе они могут расчищать до 6000 кубометров снега за час. Для Норильска такие объемы весьма внушительны. Норникель поможет решить проблему с перелетами в северные постелки. Директор заполярного филиала Николай Уткин подтвердил возможность выделения вертолета для выполнения дополнительных рейсов в Усть-Авам и Волочанку. Из-за непогоды в списке на вылет уже 45 человек. Запланированы три вылета. Они состоятся, как только позволит погода. Последующие будут формироваться по мере накопления пассажиров. Норникель – третий в рейтинге ведущих плательщиков дивидендов за прошлый год. В 2017-м компания выплатила своим акционерам более 176 миллиардов рублей. Рейтинг ведущих плательщиков дивидендов составил РБК. На первом месте – «Газпром». Сумма выплаченных дивидендов почти 187 миллиардов рублей. На втором месте – «Верхничонскнефтегаз». Акционерам компания заплатила 180 миллиардов рублей. На первые 20 компаний из списка самых крупных плательщиков дивидендов приходится более трети – 35% всех выплаченных в России в прошлом году дивидендов. 11 из 20 компаний относятся к нефтегазовому сектору. На руднике Таймырске полным ходом идет ремонт двух основных конвейеров, которые поставляют руду на Толнацкую обогатительную фабрику. Работы ведутся в условиях действующего производства. По итогу аварийность снизится, а эффективность и надежность оборудования значительно увеличатся. За счет чего этого удастся достичь, расскажем в следующем сюжете. Каждый день на протяжении полутора месяцев на конвейер номер 10 выходит утренняя ремонтная смена. Всего 5 человек. Их обязанность – демонтаж старого стола. Это металлическое основание конвейера. Став, стойки, рама, ролики опоры, грузовые ролики и ограждения. Сложная тут только доставка. То есть доставляем – это, конечно, тяжело. А так все подходит оборудование, то есть не подрезаем ничего. То есть оборудование качественное. Все части оборудования приходится доставлять вручную. На это уходит много и времени, и сил. Но по-другому не получится. Например, этот ролик опоры, который поддерживает холостую часть ленты, весит 60 килограммов. Донести его можно только вдвоем и то с передышками. Этот конвейер запустили в эксплуатацию в 1987 году. За тридесятка лет это первый капитальный ремонт. По словам электромеханика тракта выдачи руды Таймырского Евгения Чайкина, десятый отработал три своих срока. Реконструировать его раньше не было возможности. Обходились текущими ремонтами. Сейчас наверстывают упущенное. Вот по три метра в день меняем. Уже поменялись 150 метров, практически половину конвейера. Оборудование есть. Люди разнаряжены. Поэтому дали бы больше времени, сделали бы быстрее. Ремонтникам дают всего 4 часа в сутки. По технике безопасности вместе с десятым останавливают и соседний, девятый конвейер. Стоять дольше они не могут. От этих конвейеров зависит производственный план всего заполярного филиала. Они подают руду с двух рудников. Это рудник Таймырский и Октябрьский. Производительность одного конвейера 3,5 тысячи тонн, что обеспечивает производительность двух рудников. Это в час. В среднем на ТОВ по этому конвейерному транспорту поступает 26 тысяч тонн руды. Завершить ремонт десятого конвейера планируют к концу года. После займутся обновлением девятого. Рудник Октябрьский улучшил показатели безопасности. Таковы итоги аудита второй стороны. Горнодобывающие предприятия проверили специалисты Кольской ГМК. Это был, так сказать, ответный визит. На что комиссия обратила особое внимание в следующем материале. Заполярный филиал Норникеля и Кольская ГМК. Две сестры одной большой семьи. Компании похожи. Выработки, планы, графики и, конечно, производственная безопасность. Специально для того, чтобы провести независимую оценку деятельности предприятий и организован аудит второй стороны. Такие проверки уже стали традиционными. Проводятся по несколько раз в год. Принимающей стороной становится то одна, то другая компания. На этот раз с аудитом побывали специалисты Кольской ГМК. Их выбор пал на рудник Октябрьский. Но позже планы проверяющих изменились. Принимали участие, помимо горняков профессиональных, было два металлурга. Поскольку не совсем ихняя тема, и они заявили желание, мы пошли им навстречу. Они проверили Надежинский завод и Толнацкую фабрику по отдельной программе. То есть был главный инженер Кольской ГМК и заместитель генерального директора. То есть они работали по отдельным программам и составили отдельное отчетное. На руднике Октябрьский особое внимание уделяли работам повышенной опасности. Результаты порадовали. Так называемый индекс безопасности повысился с показателя 0,41 до 0,54. Аудит так прошел и в хорошем темпе, и на хорошей ноте мы закончили, что рекомендации носили такой больше, он даже не технический, а такие замечания, что ребята вы смотрите за линейщиками, которые бывает что-то забывают где-то подпись поставить, где-то донести до своих подчиненных. В целом состояние горных выработок в заполярном филиале на очень хорошем уровне подытоживают специалисты. На должном уровне и креплений, и вентиляции, и дорожное полотно. Аудиты второй стороны продолжатся и в следующем году. Какое предприятие первым встретит проверяющих, пока держится в секрете. Заполярный филиал Нурникеля стал победителем конкурса «Лидер корпоративной благотворительности». Его уже 11 лет подряд проводит ассоциация крупнейших в России грантодающих и благотворительных организаций, форум доноров совместно с сетью PFC и деловой газетой «Ведомости». На этот раз организаторы решили сосредоточить свое внимание на регионах. В конкурсе по Сибири победителем стал заполярный филиал Нурникеля. Он также отмечен в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ». Жюри оценивало принципы выделения бюджета, информационные освещения, использование оценки эффективности и другие аспекты. Всего в региональном конкурсе приняли участие 20 компаний из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского краев и других регионов. Определился победитель интеллектуального клуба «Никон» сезона 2018. Заключительная игра по традиции объединила все темы, которые поднимались в этом году. Как справились команды предприятий и компании, и кто в итоге забрал победную сову, расскажет Александра Молодцова. В зале Дворца культуры 23 команды предприятий Нурникеля. Настрой у участников боевой. Очень бодры и веселые сегодня. Да, очень клево. Победите? Обязательно. Перед финальной игрой года особое волнение, ведь решается, какая команда была самой эрудированной в 2018. Хочу напомнить, что нынешняя игра является четвертой, заключительной игрой этого сезона. И команда-победитель сезона получит отдельный приз. Напоминаю, что сейчас первое место делят между собой команды «Маяк» и «ПСМК». Сначала интеллектуальная разминка «Эрудит лото». Тема – предстоящая зимняя универсиада, партнером которой является компания «Нурникель». Всего 10 вопросов, но знать нужно все о прошлом и настоящем международных соревнований. Победителей оказалось двое. Совпадение или нет, но каждый из них представляет команду лидера этого сезона. Для Александра Зайцева это уже третья победа в «Эрудит лото». Ну, если честно, я знал, что будет эта тема, немножко подготовился, вот и все. Почитал, открыл, загуглил где-то так, ну и в новостях много знал. Ольга Ещенко, представительница команды «ПСМК», рассказывает, что ей просто повезло с темой «Эрудит лото», ведь она – волонтер зимней универсиады 2019. Мы в год уже готовимся, и я очень хочу поехать в феврале, поэтому, да, я большинство вопросов знала, но кое-что, ну, повезло. А теперь телефоны убрать, включить эрудицию и логическое мышление. Начинается основной этап. Нулевой вопрос. В традиционной итальянской пицце, кроме теста, обязательно должны присутствовать три компонента. Соус из свежих помидоров, сыр моцарелла и листья петрушки. Они имеют не только кулинарное, но и символическое значение. Какое? Ответить должны участники. Ну и практически все ответили верно. Это цвета итальянского флага. Красный, белый и зеленый. В общей сложности участники ответили на 20 вопросов. В последней игре года по традиции отражены все темы сезона. И техника безопасности, и история, и литература, и спорт, и Новый год. С 2005 года начал работать интеллектуальный клуб НКНН в рамках нашего движения. И, как вы видите, уже начинали мы с девяти команд. Сейчас у нас уже до 25-27 предприятий выставляют свои команды. В финальной игре выиграл НТЭК. Но для победы в сезоне этого было недостаточно. Титул самой эрудированной получила команда «Маяк». Интеллектуалам Норникеля можно расслабиться, но ненадолго. Новый сезон интеллектуального клуба НКНН стартует в марте 2019 года. В Норильске открылась школа актерского мастерства. Напомню, проект фонда «Живая классика» при поддержке заполярного филиала успешно заявила о себе в прошлом году. Несколько десятков норильских подростков под руководством педагогов ГИТИСа прошли курсы актерского мастерства, цинической пластики и речи. Все, чему научились ребята, показали на сцене. В этом году желающих познать секреты театрального искусства также немало. Обучение в школе проходит бесплатно. В эти дни идут уроки по актерскому мастерству. Как и в прошлом году, их ведет преподаватель ГИТИСа Тарас Белоусов. Вы знаете, я настолько полюбил город, очень полюбил. У меня теперь тут есть друзья, вот настоящие друзья, которым даже летом, где-то когда путешествуешь, передаешь подарки, мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. И, вы знаете, я испытываю чувство радости, трепета и волнения, потому что уже, ну, мы уже поняли, что ребята есть уникальные. И очень хочется помочь, да, этим ребятам, чтобы опять о них услышали, про них заговорили. И, может быть, помочь им чем-то в жизни. И о спорте. Завтра игроки Норильского Никеля проведут первую игру в рамках седьмого тура Чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги против действующего чемпиона и обладателя Кубка страны команды «Газпром Югра». Игры пройдут на площадке соперника в Югорске. На данный момент подопечный Евгения Куксевича находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что в прошедших играх наречания встречались с нынешним лидером Суперлиги МФК КПРФ. В первом матче заполярная команда одержала уверенную победу со счетом 6-2. Отличились Каневец, Сергеев и по дублю оформили Кудзиев и Болинья. Для коммунистов это поражение стало четвертым подряд, поэтому на вторую игру с нынешним лидером у КПРФ была запредельная мотивация. Встреча завершилась со счетом 5-3 уже в пользу москвичей.